как-то долго это все воспользуюсь ножовкой по старинке а а а а а и и и и и и очень грубо я нарезал заготовки теперь можно подгонять в более менее чистовой размер на моей любимой циркуляр очки c6 это советская циркулярка я ее восстановил не так давно кто не видел сейчас подсказочка будет все работы на циркулярки по точному распилу я произвожу без параллельного упора на самодельных каретках вот это у меня длинная здесь находится упор он выставлен по 90 градусов и сюда упирается деталь также есть пазы при необходимости можно фиксировать заготовку а а а а а когда я подгоняю уже точно в размер я к своей каретке креплю упор такой своеобразный и потом струбциной точного здесь вот подгоняю фиксирую то же самое с другой стороны тем самым получается очень точно и заготовка никуда у меня не уходит теперь моя задача распустить на тонкие планочки здесь на моей каретке предусмотрены ты пазы и очень удобно крепить струбцинами и 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 так сейчас друзья у нас этап точной подгонки какие-то детали я уже приклеил намертво наклей какие-то детали как вот это верхняя часть полки я просто прикреплю сейчас на шурупы и мы очень точно уже подгоним все три слоя фанеры отторцуем на каретке это нужно для того чтобы другие детали например боковины очень точно сопрягались и под нужными углами чтобы здесь был строго угол 90 градусов и чтобы не было никакой щели потом как раз таки этими мы занимались в одном из прошлых видео то есть добились того чтобы на моей циркулярки на моей каретке можно было торцевать сразу большую высоту сразу три слоя фанеры кто не видел видео вот подсказочка ну а мы продолжаем один из моих подписчиков был абсолютно прав когда написал мне что параллельный упор дает гораздо большую точность чем моя каретка самодельная я сначала был не согласен потому что я до этого использовал вот родной параллельный упор и с ним какого-то качества и точности у меня добиться абсолютно не получалось но когда я попробовал использовать параллельный упор такой импровизированный только на всю длину стола оказалась очень хорошая точность так что он был абсолютно прав и в ближайшее время надо будет не обязательно выделить время и сделать качественный параллельный упор чтобы он легко двигался выставлялся размер чтобы каждый раз не бегать не с рулеткой не выставлять этот размер ну а так вообще я честно говоря даже немножко поражен так что видите ребята ваши комментарии мне очень сильно помогают а вот так выглядит родной параллельный упор он зажимается только с одной стороны и у меня все время получался небольшой клин то есть с одной стороны детали размер был больше чем с другой так что нужно делать упор на всю длину стола обязательно и получается что при пилении деталь никуда не уводит то есть на всем протяжении распила она строго параллельно идет упору а используя вот этот упор уже под конец распила деталь норовилась куда-то в сторону обязательно уйти и получалось не точность за массивности полки я решил сделать своего рода такой замок чтобы крепеж осуществлялся не только за счет конферматов и клея а также чтобы у полки у этой была опора на фанеру ну потом еще покажу в перевернутом виде хочу вам показать качество реза после импровизированного параллельного упора проверяю правилом достаточно непросто показать но смысл в том что идеально ровно раньше когда я использовал свою самодельную каретку для продольного распила у меня одна из сторон съедалась то есть плоскости такой у меня не получалось никогда ну а самое главное что меня радует эта точность параллельность распила посмотрите с одной стороны получается 402 ну и где-то пару десяток миллиметра и с другой стороны абсолютно такой же показатель ну теперь когда готовы обе боковины сейчас покажу поближе вот здесь у меня получилось очень точное сопряжение благодаря параллельному упору как раз таки ну а здесь я подгонял не очень точно специально чтоб можно было снять весь пакет и сразу торцануть всю толщину так как диск уже это позволяет сделать так мы добьемся большего качества также здесь появится идеальный угол 90 градусов и идеальная плоскость а и и закупил 3 миллиметровую фанеру вот такие у нее габариты не совсем удобные два с половиной на полтора метра кому интересно закупаю всегда вот стоки магазин шпон клей все здесь есть все места крепления там где я стягивал конфирматами я обязательно заполняю эпоксидным клеем вот так выглядит эпоксидный клей сам клей и отвердитель это нужно для того ребята чтобы в последующем при приклеивании шпона не было абсолютно никаких пустот чтобы ничто нигде не шелестело также клей немножко как видно поменял цвет это я экспериментирую добавляю немножко черного колера потому что внутри я шпанировать не буду а буду покрывать цветным маслом и стараюсь вот так вот силой вдавить во внутрь эпоксидный клей это чисто моя технология я не учу никого как делать просто показываю как делаю это я если нравится берите на заметку пресса не маленького небольшого чтобы склеивать такие щиты без шурупов у меня нету да и никаких струбцин не хватит поэтому мне кажется очень удобно использовать данную технологию может быть для кого-то это дичь но весьма рабочая технология ребят вообще мне кажется не в каком деле нету единого решения для выполнения какой-то задачи а можно это сделать разными способами я очень люблю заниматься мебелью но не постоянно делаю себе домой иногда друзьям очень хочется поработать с массивом в будущем пока такой возможности нету потому что нужно обзавестись более профессиональными станками например фуганок хороший иметь рейсмус более профессиональную желательно циркулярную пилу да и места для всего этого у меня в мастерской пока нету так что пока работаю вот по такой технологии и она позволяет делать весьма весьма красивые качественные вещи тем более если кто напишет поработай с массивом ну массив американского ореха стоит ну просто каких-то баснословных денег единственное что можно себе позволить из массива это наверное дуб либо бук а есть более экзотическое дерево которое хотелось бы иметь у себя в интерьере поэтому шпон это одно из самых лучших решений прошли сутки эпоксидный клей очень хорошо затвердел полимеризовался и теперь нужно счистить все лишнее все что торчит выше плоскости я сначала грубо пройду уберу основной массив болгаркой 80 номером шкуркой кстати очень часто в комментариях меня спрашивают как повели вот эти разъемы на которые я переделал весь свой ручной электроинструмент что с ними произошло со временем как они в эксплуатации прошло уже больше года как я все переделал скажу вам что все работает отлично ни один разъем не вышел из строя ничего не искрит нигде не заедает в общем весьма рекомендую кто еще не знает что это такое обратите внимание я ссылочку оставлю в описании очень удобно пользоваться у меня несколько переносок в каждом углу и везде можно вот так вот подойти легко с инструментом и быстро начать работу нету никаких кучи проводов ничего не запутывается очень очень крутая вещь обратите внимание на боковинах я попробовал немножко другую технологию здесь я шурупы заклеил 3 миллиметровые фанеры фанера очень гибкая очень легко она приклеивается и получается не хуже немножко дороже но в принципе такую технологию можно тоже использовать мне зашло как минимум перед склеиванием верхней части с боковинами я должен сделать еще одну операцию чтобы ничего при эксплуатации не отлучивалась потому что еще будет шпонироваться сверху есть вероятность задиров и отклеивание шпона в этих местах если тумба будет двигаться я приклею накладки из американского ореха специально для этих целей была приобретена вот такая доска натурального американского ореха обошлась она в 2300 рублей сейчас нужно вырезать 2 досточки толщиной 5 миллиметров постараюсь обойтись одной циркулярной пилой без всяких фуганков и рейсмусов только по одной причине потому что у меня их в принципе нету кстати жень огромное тебе спасибо за очки ты видишь уже пользуюсь очень удобные мягенькие советские очки сделано в ссср круть пилим для того чтобы от фуговать заготовку сделал на скорую руку вот такую каретку здесь алюминиевый профиль квадратный саму доску закрепил на шурупы ровной стороной самой ровной ну и буду добавлять по миллиметру и таким образом выравнивать одну сторону потом перевернул и повторю операцию доска сделана специально с запасом и потом просто лишнее там где крепление шурупов я отпилю вот так получается диск немного поджигает древесину но получается очень очень ровно плоскость очень хорошие но это можно будет потом шлифануть немного технология конечно не идеальная но позволяет выйти из ситуации и не имея станков одной циркуляркой можно вот так вот фуговать выравнивать еще скажу что здесь у меня стоит старый диск диаметром 450 миллиметров я не так давно вытачивал сюда переходное кольцо был бы диск новый было бы гораздо гораздо лучше и так бы не поджигала теперь выставляю параллельный упор таким образом чтобы нарезать дощечки толщиной 5 миллиметров то есть двигая на 5 миллиметров плюс толщина диска 4 миллиметра на 9 миллиметров сдвигаю параллельный упор вот такое получается качество даже почти не подгорело все теперь я доволен отлично наконец-таки после всех подгонок начинаю процесс сборки первым делом приклеиваю боковины клеить буду на пва фирма клей берит 303.7 называется клей очень хорошо он держит покупала это ведерко где-то три года назад и вот до сих пор он жидкий прекрасно склеивает приобретал вместе со шпоном в том же магазине называется woodstock приклеивание шпона также разделю на несколько операций буду делать это поэтапно сначала склею основные конструкции а потом буду уже облагораживать шпоном делаю это потому что можно все испортить вот этим клеем если он попадет на шпон то в этих местах уже его не счистить он пропитает шпон и визуальные качества его будут испорчены поэтому сначала склеиваем дожидаемся высыхания зачищаем а потом клеим шпон держаться будет так что вы забудете обо всем на свете стягивать все буду вот на такие мебельные конферма ты держит тоже адски вот о чем я говорил если бы был приклеен уже шпон то он бы в этом месте был бы испорчен в таком виде оставляю сохнуть на сутки чтобы не ушел угол 90 градусов временно зафиксировал сверху вот так вот фанерой пока не высохнет наконец-таки подготовил и склеил нижнюю часть тумбы здесь последующем будут установлены два больших выдвижных ящика естественно внутри шпоном я покрывать не буду потому что это уже излишняя работа но для защиты покрою цветным немецким маслом осмо будет цвет графит такой черный интенсивный цвет наносить буду валиком а затем хорошенько растирать кистью по истечении десяти минут то масло которое не впиталось можно стереть тряпкой без ворса прошли сутки основание тумбы высохла после склеивания повторил все аналогичные процедуры и приклеил среднюю полку и теперь вся эта уже цельная конструкция готова к окончательной примерке все саморезы и места крепления также зашпаклевал автомобильной двухкомпонентной шпаклевкой держится так же хорошо как и эпоксидный клей вырезал в два шаблончика они будут точно выставлять конструкцию по высоте с двух сторон самые распространенные мебельные шурупы и так все на своих местах попытался все как можно лучше подогнать получилось очень хорошо пока все места крепления центральной части к основанию я склеивать не буду перед приклеиванием шпона я опять все разберу и отдельно буду фанерировать основание и отдельно центральную часть здесь внутри мне также предстоит покрыть еще одним слоем масла тумба получается очень основательная не знаю сколько она уже весит одному поднять ее нереально килограмм 70 точно короче в празднике можно реально будет на ней не боясь танцевать да и не только первый основной этап по изготовлению тумбы окончен впереди еще очень много работы отдельное видео я посвящу изготовлению ящиков я научу вас как рассчитывать ящики под специальную систему этих немецкую в этой системе ящики сами задвигаются и отдельное видео будет посвящено фанерированию опять мы поговорим о приклеивании шпона он уже куплен толщина 0 6 миллиметров также будет приклеивание на основные части шпона полтора миллиметра мы это еще не делали ну и под боковые стойки вот сюда и сюда будет приклеен натуральный орех толщиной 5 миллиметров это мы тоже уже все вырезали в общем друзья у меня на сегодня все всем пока спасибо за просмотр скоро увидимся